МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это Суть дела. Главная тема последних недель – вторая волна ковида. Число жертв китайского вируса в мировом масштабе перевалило за миллион. При этом с начала сентября число фиксируемых случаев в России увеличилось почти на 60%. Растет смертность. В Москве и ряде регионов вводятся меры, подозрительно напоминающие подготовку к новой самоизоляции. В отличие от Европы, где прогресс в лечении налицо, в сентябре во Франции заболело 246,5 тысяч человек, в Испании – 208, но умерли 1033 и 2105 человек против 51 тысячи и 170 тысяч в марте, при смертности в 3502 и 8447 человек. А вот в России его не наблюдается вообще. Заболеваемость в сентябре превышает апрельский уровень всего на 43%. 148 тысяч против 104, зато смертность втрое – 3049 против 1056 человек. За сентябрь по 26 сентября включительно. Иначе говоря, за полгода удельная смертность в отношении к числу новых заражений упала в Испании почти в пять раз, во Франции – в 16, тогда как в России выросла более чем вдвое. При этом экономика совершенно не готова к всплеску инфекции. В правительственном прогнозе на 2021-2022 годы он вообще не учитывается, а послезавтра истекают весенние антикризисные меры – отсрочки по налогам, кредитам, арендной плате, а также мораторий на банкротство. На этом фоне многие эксперты начали вспоминать о весенних прогнозах, рисовавших падение экономики на 9-10% и рассуждать о том, что в России, где реальной финансовой поддержки гражданам, в отличие от большинства западных стран, оказано не было, власть не имеет морального права на введение нового карантина, а у экономики нет ресурсов его пережить. Если в США, Германии и Франции весной этого года меры прямой поддержки населения и бизнеса оценивались 8-11, а в Японии в 16% от ВВП, то в России они едва превысили 2%. Кредитная накачка экономики разнилась еще более. Но такая гиперреакция на Западе привела к тому, что власти практически не ответили на продолжение эпидемии и ее вторую волну. В Соединенных Штатах, например, где в начале августа говорили о новом пакете выплат, как о чем-то практически очевидном, его так и не приняли. В России с ее рекордными финансовыми резервами, низким уровнем госдолга и падающей популярностью власти новое испытание может оказаться в такой ситуации не только угрозой, но и шансом. Сегодня даже правительственные чиновники говорят о том, что скудное стимулирование экономики весной было ошибкой. И если бы российские власти способны были их признавать, то рост новых случаев инфицирования сопровождался бы не заявлениями о том, что Кремль не видит оснований для введения массовых ограничительных мер, а декларируемой готовностью решиться на новую самоизоляцию, на этот раз подкрепленную масштабными финансовыми стимулами. Такая стратегия могла бы оказаться исключительно эффективной. Она поддержала бы экономику, убедила бы граждан, что власти заботятся об их благополучии, и, что особенно важно, стала бы более гибкой, чем западные, в которых, судя по всему, действительно осталось немного места для маневров. Но надежды на такое развитие событий мало. И не потому, что в России для реализации сценария такого рода нет объективных условий, а потому, что наши элиты умеют только похвалиться, воровать и бояться при этом собственной тени. Именно поэтому мы будем лишь слышать из каждого утюга про первую в мире вакцину, травиться пиратской копией японского препарата по цене, равной минимальной зарплате, и радоваться сообщениям Минфина о том, что как размер Фонда национального благосостояния, так и объем золота валютных резервов Банки России находятся на исторических максимумах. Это была суть дела. Все будет хорошо в исторической перспективе.